Торжественная передача Олимпийского огня Бразилии состоялась на знаменитом стадионе Панатина и Кос в Афинах. Он единственный в мире сделан из белого мрамора. Церемония началась с прибытия почётного караула Эвзонов. Затем Олимпийский огонь доставили из музея Акрополя на стадион и пламя передали бразильской делегации. В церемонии участвовали президент Греции, глава оргкомитета Рио-2016 и президент греческого национального олимпийского комитета. «Сегодня, когда осталось сто дней до церемонии открытия игр в Рио, у нас великий день. Наша эстафета заканчивается. Мы передали огонь нашим бразильским друзьям, пожелав им успехов в олимпийских играх». После передачи факела от огня были зажжены лампады. Они прибудут в Бразилию 3 мая, после чего начнётся бразильская часть эстафеты. Олимпийский огонь по разным городам страны пронесут 12 тысяч факелоносцев. Затем пламя доставят в Рио-де-Жанейро. А тем временем в столице летних игр 2016 также отмечают знаковый рубеж в 100 дней, отделяющий Бразилию от начала Олимпиады. В честь этого события изменилась обычная белая подсветка статуи Христа Искупителя на горе Карковаду. Теперь она окрашена в зелёный и жёлтый цвета национального флага Бразилии. Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдёт с 5 по 21 августа. Олимпийские объекты почти готовы. Однако страна переживает политический кризис. Президенту Дил Мерусев грозит импичмент из-за подозрений в коррупции. Кроме того, не решены экологические проблемы. Воды залива Гуанабара, где пройдут соревнования по плаванию, гребле и триатлону, загрязнены до сих пор. По данным оргкомитета Рио-2016, к настоящему времени продано 60% билетов на олимпийские состязания. Сложностей добавила и эпидемия лихорадки Зика, охватившая страну. Учёные полагают, что вирус может быть причиной развития микроцефалии у детей. В связи с распространением вируса Южная Корея представила не совсем стандартную для своих спортсменов форму. Несмотря на жаркий климат, южнокорейские спортсмены будут надевать на играх костюмы, которые полностью закрывают руки и ноги.